just over original ребятки всем привет всем огромный салам держимся держимся еще раз держимся все пройдет все будет здорово ну а сейчас мы будем что делать разъебывать just over original погнали так что у нас есть я был недавно в москве прям до этой всей эпидемии прочего дерьма и встречался с ребятами из just original и они мне передали две вот такие вот заветные бар коробочки да и давайте собственно смотреть почти все вкусы я уже с этих коробочек перекурил у меня остался завтрак и остался вкус под названием под названием под названием гуанада гуанада это как я понял лимонад из гуавы собственно вот такие вот прикольные баночки типа подарочные назовем это тогда не для продажи грубо говоря и давайте смотреть потихонечку что из себя представляет наружность этих баночек но перед этим давайте-ка пока у нас все греется мы попробуем почитать как красиво just original умеет рассказывать о своем продукте у меня есть вот такая вот брошюрка и на самом деле у ребят очень много вкусов прям очень очень много да и вот что касается шрифта да вот вот такой вот шрифта он что в брошюрке по вкусам а что на баночках вот если бы не было бы какого-то дополнительного пояснения то прям очень сложно его прочитать то есть максимально нечитабельный то есть в запарке очень сложно будет прочитать давайте читать бренд just over original предлагает всем ценителям качественного кальяна познакомиться с совершенно новой разработкой компании в сфере табачного бизнеса как известно на данный момент на рынке представлено огромное количество производителей кальянных табаков да здесь ребята право табака овер дохуя на рынке я бы сказал бы что за и дохуища просто дохуища как из арабских стран так из америки европы и россии наш табак выращивается самых благоприятных экологических чистых условиях на просторах собственных плантациях в грузии да что касается собственных плантаций в грузии это правда они у них есть и маленький инсайт правда можно ли о нем говорить или нет но мне похуй я скажу just original готовит выпуск то есть интересный фильм я бы сказал бы это не выпуск это фильм про плантации как все это растет как все это собирается не только какое у них мощное и большое производство а как вообще происходит эта вся фермерская хуй тень ведь при выборе табака стоит отталкиваться не только от вкусовых и ценовых предпочтений а также важно уделить внимание безопасности продукта благодаря уникальному климату и тщательной очистки в обработке листов табака бёрли мы получаем урожай высокого качества не имеющий аналогов в россии скажу скажу так я его покурил и есть пару замечаний в плане его курения то есть есть какие то вот такие вот моменты я их озвучу табак обладает важными свойствами которые по достоинству оценят как любители колена так и профессиональные эксперты табачной индустрии это высокая жаростойкость продолжительность курения от часа и легкая приятный послевкусие табака здесь подчеркну по жаростойкости я не замерял на самом деле я его прокуривала но у меня так чтобы он перегревался было пару раз прям незначительно это я куда-то либо залипал либо куда-то уходил да она долго что касается продолжительности я обычно курю 40 минут и когда я прокуривал такой вкус как экстаз а из гам а то да скажу что вкус как бы держался хорошо но на старте очень плохо со вкусом то есть первые буквально 3-4 минуты именно уже курение нераскуривания ты как бы вкусика немного не чувствуешь а что касается табачного послевкусие то есть присутствие табачной да вот аромки то есть то прикольно да а табак реализуется в яркой привлекающие внимание стильные упаковки весом 100 и 40 грамм и является уже в использовании для любого потребителя а и является удобным в использовании а также вас удивит разнообразие нашей вкусного линейки сочетание высокого качества эко-технологии и насыщенности вкуса залог успеха just over original вот вот такой вот шарифт максимально уебский давайте поехали я не помню в какой то есть стоите 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 давайте разгребать что у нас есть в этих коробочках да так а пинаколада я ее курил довольно таки прикольный вкус яркий насыщенный но не совсем пинаколада вот что-то вот рядом рядом около да около так идем дальше а шарль деголь тоже интересный вкус у меня был один раз выбор между покурить шарль деголь либо экстаз но вы у меня в историях прогулок проголосовали за экстаз но я потом шарль деголь тоже покурил еще у нас есть такой вкус как grape juice виноградный сок вот не знаю как вам но во всех почти табаках я ненавижу виноград связано наверное это с альфа киром потому что я когда-то его в пизда как перекурил и спасибо блять винограда мне больше не нужно гуанада вот кстати она у нас есть и давайте собственно так ее уберем и продолжим посмотрим что у нас есть в следующей коробочке а кстати производитель данных коробочек молодец блять склеил хорошо прямо заебись чувак ты прям молодец вот склеил прям так что это не разваливается потому что такие вот деревянные коробочки я обычно ненавижу я просто даже не получаю сразу выкидываю наху экстаз короче я таки не понял что это за вкус я таки не смог кого разобрать я написал производителям говорю ребята что это блять что за экстаз но они мне так и нихуя не сказали почему потому что я вам блять час прочитаю секретный вкус из нашей линейки который полон сюрпризов блять сюрпризов я конечно там не нашел но вкус был прикольный и мне захотелось узнать что же в нем такое но мне сказали давай иди нахуй а завтрак вот у нас кстати есть завтрак и есть гуанада вот сюда их уберем есть а из гам я его тоже курил довольно таки прикольная обычная самая классическая жвачка не прям сильно сладкая и не сильно мятная то есть примерно типа орбит стив ралги ролл что-то вот из этого рода и сноубери сноубери я тоже курил я думал что это и заебись ягодный вкус прям заебись а пахнет пися но писей там не пахло и ягодами тоже да вот собственно у нас все по вкусам теперь давайте попробуем про курица то на счет все перегреет хотя производитель заверяет что-то бак жаростой я же дома как ни странно не перегрелся как я и говорил первые какие-то минутки в продукте нет вкуса то есть прям вкус нулевой вот первые какие-то минутки до курения так а здесь у нас гуанада здесь у нас завтрак я разобрался так давать теперь пускай еще погреете чтоб появился вкус а что касается упаковочки это вот такие вот маленькие баночки полностью запечатаны а у ребят есть акциз интересный логотип что мы видим внутри мы открываем эту баночку нас ну блять хуй я вам рассказываю про эти баночки вы так все знаете но я скажу вам так что вот такие вот маленькие баночки их прикольно юзать дома но в харейке именно в кальянах хотя их они сейчас не работают так что еще не скоро поюзают не очень удобно но я знаю что у ребят есть 100 граммовые баночки кипонта классические банки как у многих производителей которых мы знаем да и скорее всего тоже неудобно хотя может и удобно но мне было бы прикольнее работать именно с джаста джаста риджинного именно в контейнерах поэтому было бы круто если ребятки за хуярили бы 200 граммовую банку да хух так погнали разъебывать наш гуанаду и наш завтрак начну наверное завтрака почему потому что у кого мы курили завтрак у как завтрак мы конечно же курили утонжа и утонжа есть два завтрака есть просто классический завтрак а есть вкус под названием то же самое что и завтрак но немного другое по дымности все окей по восприятию тоже все окей кстати забыл сказать по поводу самого сырья и его грубо говоря так сказать субстанции да а не очень удобно немного пластилинит прям вот чутка пластилинит сложно разрыхлить вот это минус то что его реально сложно разрыхлить и это немного подбежит после выкладываешь как обычно и нихуя он у тебя либо здесь собрался либо здесь собрался поэтому приходится прям распушить распушивать а это бесит по завтраку ну вкус прикольный прям реально каких-то хлопьев но непонятно каких и вот именно не хватает либо цитруса либо каких-то ягод то есть грубо говоря как будто ты отварил а кашу геркулес либо овсяные хлопья и не добавил никаких топингов то есть вообще ничего как база окей каким-то вкусом до придать какую-то кондитерку либо какую-то такую тонкую 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 линию аромки в плане чего-то такого типа завтрак но в чистую нет нет завтрак в чистую говно ну реально то же самое что хавать хлопья без вкуса просто безвкусные хлопья примерно завтрак тут тоже самое давайте смотреть что у нас с гуанадой вот как я и говорил когда я первый раз делал тяги это было просто безвкусный дым без какой-либо аромки и курилась это очень странно то есть если бы не я человек терпеливый который подождет прокурит а потом еще раз прокурит а я как бы ну понял что нужно делать с табаком чтобы у него появилась аромка а вот если бы я был бы обычным юзером я бы забил бы пиздела бы пару тяг сказал бы фу безвкусная хуйня и конечно бы чашку отправил бы в мусорку но вам на заметочку если будете брать just original то обязательно дайте немного ему погреться дайте немного раскуриться покурите немного безвкусицу и потом у вас появится очень очень хороший вкус шикарный кигуа надо прям на это такая лимонадная как будто вот знойное лето ты сидишь на летке куришь какой-нибудь кальян и тебе приносят лимонад с главой прямо где 90 процентов льда и 10 процентов сок лимонада очень ненавязчивый хороший приятный вкус теперь давайте попиздим немного гуанаду я оставлю себе до курить после обзора а завтра к сожалению получился отстойно ну имеется ввиду он как завтрак хороший но как что-то яркое насыщенное то нет теперь немного в целом о продукте just over original некоторые моменты из брошюрки я уже откомментировал и теперь наверное выскажу свое мнение все мы знаем что это за продукт как он назывался раньше я думаю этого не надо называть вы так все поняли а кто не знает что это был за продукт раньше спросите в комментариях я думаю вам ответят так и что касается самого продукта в целом как он курится я бы посоветовал бы вам курить его или нет а рассказываю короче по моим ощущениям когда я его начал прокуривать после того когда вернулся обратно в ростов поначалу я не понял его по причине того что я не мог понять почему нет вкуса то есть я забил чашечку сделал пару тяг думаю нет вкуса дома хуйня какая-то а забью к другой вкус а потом я понял что нужно прогревать теперь такие моменты то что он как пластилин вот чуть-чуть пластилин не прям пиздецком а вот чуть-чуть слипается да это немного неудобно я думаю когда в мире все нормализуются ребятки этот вопрос поправят а что касается баночек все здорово очень круто маленькие удобные для дома стоп раз а вот в коллеку нужно бы сделать 200 граммовый либо полкилограммовый да вот прям мешок тебе принесли на братишка юзай теперь что касается именно восприятия при курении то нормально в принципе перегреть реально сложно нужно постараться а по времени курения тоже все окей по вкусу как бы прям нормально держится не скажу что на протяжении грубо говоря всего часа ты чувствуешь прям охуевшую такую аромку нет она конечно же спадает но спадает она приятно то есть все равно остается после вкусе даже когда кальян у тебя полностью мертвы прям гуанада прям зашла как надо сюда бы немного бы мятки добавить было бы заебись а теперь как воспримут его гости в принципе нормально табак не капризный закинул уголечки оставил куришь все делаешь маленький сервис спрашиваешь как у гостей все нормально не все нормально прокуриваешь поддерживаешь температуру и проблем тебе не видать далее мне не очень еще понравился такой момент что что иногда нужно реально докидывать немного углей чтобы он казался ярче то есть иногда жаростойкость круто иногда она вызывает немного маленькие сомнения в плане курения то есть вроде думаешь докину 4 либо я обострю с четвертым непонятно а в целом табак хороший сразу чувствуется изменение у них есть дохуища других интересных вкусов но у меня есть только вот эти вкусы грубо говоря их 8 вкусов до 1 2 3 4 5 6 7 8 а из них я бы сказал бы что почти все окей как бы все нормально за исключением допустим того чего я ожидал от названия вкусов а в целом если не смотреть на название и не пытаться прочитать то что ребят здесь накалякали блять шрифтом и за джея хип-хоп то как бы все остальное окей поэтому ребятулечки кто уже курил just original поделитесь обязательно своим мнением в комментарии потому что как говорится здесь идет полнейшая вкусовщина если мне понравилось то не значит что кому-то тоже понравится так что ребятки не болейте покупайте just over original курите прокуривайте следите за температурой самое главное следить за своим здоровьем всем пока пока это был дава дым ставь лайк и обязательно подписывайся а дышечка прям схватила и Продолжение следует...